Телекомпания Веновисьон представляет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что я хочу, чтобы ты занял в этой компании место, которое полагается тебе, как моему сыну Нет, если ты не против, я предпочитаю, чтобы мы оставались дядей и племянником Не представляю, какой бы была моя жизнь без тебя Анистер, я подойду к телевизору, я убавлю звук, он меня отвлекает Ты никогда не потеряешь меня? Никогда? Посмотри, кто здесь Рейни, это та женщина, которая лишила тебя сна Шейла, пойдем отсюда Не вздумай, не забывай, что это она поставила финальную точку в ваших отношениях Помни об этом, она не заслуживает даже ни одного слова Фернандо, мы должны быть реалистами Я видел, что дядю Эдгару было очень плохо Я никогда не думала, что он настроен так решительно, понимаешь? Фернандо, мы не можем строить серьезные отношения У нас нет будущего Прости, я тебя не понимаю Что? Ты меня бросаешь? Послушай, пойми меня, пожалуйста Эта ситуация касается не только нас двоих Все гораздо серьезнее, чем нам казалось, понимаешь? Все, 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 хватит Что ты говоришь? Ты сошел с ума? Или шутишь? Того, что сказал мой отец, недостаточно, чтобы нас разлучить Послушай, подумай об этом Твои родители будут нам всегда мешать Это невозможно Если твой отец так отреагировал Представь себе, что будет с твоей мамой, когда она узнает об этом Этого не может быть, Фернандо Но с каких пор ты боишься мою маму? Нет, это не страх, Фернандо, это не страх Речь идет о том, что будет лучше для нас двоих, понимаешь? Нет Я не могу в это поверить Не могу поверить, что ты так говоришь, Маркос Это ты убедил меня, что мы должны рискнуть всем Ты был так нетерпелив, а теперь посмотри на себя Ты убегаешь при первом же препятствии со стороны моего отца Что происходит? Нет, Фернандо, все не так, пойми Ты струсил? Нет, струсил? Нет, это не вопрос трусости, Фернандо, пойми Просто... Что? Говори, что происходит? Я задавала тебе вопрос, что происходит, Маркос? Не молчи Фернандо, ничего, послушай, я думаю, мы слишком взволнованы Давай поговорим потом, успокойся Нет, ни в коем случае Здесь есть что-то еще, что-то еще, о чем ты не хочешь мне говорить? Я не знаю, о чем ты говоришь Что тебе сказал мой отец? Что еще он тебе сделал, что ты готов отказаться от всего? Фернандо, ничего, он не сказал мне ничего нового Пойми меня, он не сказал ничего нового Я сам пришел к такому заключению, твой отец тут ни при чем Это мое решение Я не верю, я тебе совсем не верю Я знаю, что есть что-то еще Я это чувствую Посмотри на меня Что ты пытаешься скрыть от меня, Маркос? Отвечай Хорошо, Фернандо, ты права Там есть кое-что еще Я не должен был тебе об этом говорить Но ты не оставляешь мне другого выхода Послушай, тут проблема в том, что, обдумав все как следует Я понял, что на самом деле я в тебя не влюблен Что? Да-да, вот почему ночью я исчез После разговора с твоим отцом я должен был побыть один Подумать и решить для себя, стоит ли это того Но ты должна понять Что за глупость, Маркос? В конце концов я пришел к заключению, что я тебя не люблю Ради бога, Маркос, ты думаешь, я поверю, что все это время ты меня обманывал? Что все было игрой? Фернандо, я никогда тебя не обманывал И у меня не было таких намерений, извини меня Это было невольно Я верил, что влюблен в тебя Я верил Верил? Да, верил Фернандо, да-да-да, но это была всего лишь иллюзия Что ты хочешь, чтобы я сказал? Ты была для меня чем-то важным и недостижимым, понимаешь? Это была невозможная любовь Когда все раскрылось, этот мираж развеялся и исчез Теперь я вижу все по-другому Не может быть Ты не можешь говорить серьезно Ты мне лжешь во всем Возможно, это предлог, чтобы порвать со мной Ты боишься, ты боишься того, что может делать мой отец Вот что с тобой происходит Нет ничего лучше сладкого примирения Я чувствую себя как новенький Ладно, теперь иди домой, потому что я не хочу, чтобы у тебя были проблемы По моей вине Хорошо, я тебе позвоню, ладно Окей, пока Пока, пока Вот теперь, Нестер, с тобой покончено Я не отрицаю, что позиция моего дяди повлияла на меня Но на самом деле Что сделал мой отец? Он бросил тебе вызов? Угрожал выгнать тебя из фирмы? Что он сказал, что ты закончишь на улице? Нет, 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 ничего такого, Фернандо Ты знаешь, он не способен сделать нечто подобное Нет Хорошо, но тогда что? Почему ты так поступаешь? Не знаю, скажи мне правду Что бы ни было, я верю, что мы сможем это решить Мы справимся, я знаю, что мы сможем, любимый Фернандо, я говорю тебе правду Разговор с твоим отцом Помог мне понять, не знаю, увидеть реальность Фернандо Я тебя не люблю Нет, нет, пожалуйста Нет, нет Фернандо Это уже слишком, слишком для меня Я знаю, что тебе очень трудно принять это И ты возненавидишь меня Но я должен был быть честным с тобой хотя бы один раз Почему ты сделал это? Почему говоришь мне о честности? Моменты, которые мы пережили за последние дни Ночь, которую мы провели вместе И тот счастливый день, когда мы были вместе на пляже Так нельзя притворяться, и ты это знаешь Хотя сейчас хочешь все отрицать Знаешь, я не отрицаю, что нам было хорошо вместе Это было прекрасно, но уже закончилось И в этом нет твоей вины Знаешь, в чем дело? Я очень ветреный человек Мои чувства внезапно меняются каждый день Такое происходит со мной не в первый раз Все, хватит Послушай, мне жаль разочаровывать тебя Если бы можно было вернуть время назад Клянусь, я бы тебя не обманул Но, к несчастью, я не могу это сделать Замолчи, замолчи Ради бога, я не знаю, за что ты так со мной поступаешь Но я все выясню Клянусь тебе, я все выясню Думаю, здесь нечего выяснять Я сказал тебе все, что чувствую Просто я тебя не люблю Почему ты делаешь это со мной? Официанты, еще Маргариту, пожалуйста Диана, так ты все опустошишь в этом саду? Какая хорошая шутка Диана Может, прекратишь смотреть, Рене? Не будь смешным, я уже устала Ладно, Шила, извини, я не хотел, чтобы ты плохо себя чувствовала Что еще должна сделать эта женщина, чтобы показать, что она уже забыла о тебе, а? Посмотри на нее, посмотри на нее Она смеется, очевидно, что я гораздо лучше без тебя Ну и отлично, я не хочу ссориться с тобой Может, пойдем танцевать, пойдем на дискотеку, здесь недалеко? Нет, ни в коем случае, ты хочешь увезти меня отсюда, чтобы эта соплячка добилась своего? Нет, я хочу остаться здесь Хорошо, останемся здесь, только отпусти руку Тогда прекрати смотреть на нее Это не может быть правдой, Маркас Ты мне лжешь Ты лжешь, это не может быть правдой Ты не можешь сделать мне такое, нет Как это, сеньор, не хочет в Мичиган? Ты не знаешь Мичиган? Нет, не говори Иди сюда, иди сюда Если я заказала маргариту, а мне оставили цветочки Единственное, что душит твою жизнь, это то, что ты делаешь Больше никаких выпить Да, да, нет, нет, нет Хочу еще выпить, нет Ты хочешь выйти из бара? С баром покончено? Да, с этим покончено, говори тише Твое здоровье, твое здоровье Успокойся Что такое? Я вернусь, я вернусь? Окей, я тебя провожу Я вернусь Идем в туалет Нет, нет Я сниму брюки Диана Он тебе не подходит Он ни на что не годится Поспорю с тобой Женщина может превратить никчемного человека в президента Если, конечно, поставить себе такую цель Мне кажется, это немного несправедливо, Крыния Судя о нем так плохо Если ты не смогла мотивировать его, это твоя вина Ай, я тебя прервала Я правда сожалею Но ты должна научиться лучше обращаться с мужчинами Ты никто, чтобы давать мне советы У тебя нет на это никакого права Я не обязана выслушивать твои глупости Не веди себя, как какая-то провинциалка То, что мы делим одному мужчину Не делает нас врагами Ах, ты еще Стольким вещам научишься с опытом, дорогуша Представляю Какого опыта у тебя хватает, дорогуша Не понимаю Как Ренни может быть С такой, как ты Если он со мной Это потому, что такие, как ты Его утомляют Он мне сказал Ему было скучно с тобой Замолчи И ты мне не веришь? Подойди и спроси Иди ты к черту Глупышка Что ты говоришь? Ты сошел с ума Или шутишь? Того, что говорит мой отец Недостаточно, чтобы разлучить нас Подумай Твои родители будут нам мешать Это невозможно Если твой отец так отреагировал Представь себе Что будет с твоей мамой Когда она все узнает Это невозможно Фернандо Не могу поверить Не могу поверить Что ты так говоришь Марко Это ты убедил меня Что мы должны рискнуть всем Ты был так нетерпелив А сейчас посмотри на тебя Ты убегаешь При первом же препятствии Со стороны моего отца В чем дело Нет, нет, Фернандо Все не так Пойми меня Ты струсил Нет, струсил Это не вопрос трусости, Фернандо Пойми Просто что Что? Говори, что происходит Хватит А сейчас спать Нет, нет, нет Я знаю Иди, иди В чем дело В чем дело? Диана, хватит Заканчивай Как тебе, если вы двое На озере Мичиган Хватит Очень поздно В чем дело? Катя, я должна тебе рассказать Эй, в чем дело? Не подслушивай Секретик между нами двумя Маурисио Хотел на озеро Мичиган Что это работа милых девушек Да, ведь он дегенерат Ты дегенерат или нет? Пойду, приготовлю кофе Успокойся Выйди Пойду, приготовлю кофе А сейчас, да Спать Спать хватит Катя, Катя Ай, дорогуша, ты пьяна Катя Ах, да Я его очень люблю Почему его невеста была Такой жестокой? Почему? Хватит Успокойся Все прошло Клянусь Что мне было очень грустно Присядь, присядь Для такого дьявола Это Ассистенточка лучшая Что-то вроде Что-то вроде Как? Вот кофе Он уже не нужен Помоги мне положить ее Осторожно Готово Кажется, все Если свалится Спит Мне жаль Ведь в своей комнате Ей было бы лучше Все, что я говорил Если бы мы не увидели Этого влюбленного типа В том месте Не произошло бы всего этого Лучше увидеть это Своими собственными глазами Это лучшая шуковая терапия Да? Бедняжка Доброе утро Привет, мамочка Как ты? Где Фернандо? Фернандо не спустилась К завтраку сеньора Я постучала в ее дверь Но она не захотела открыть Это возвращает Мне неплохие воспоминания Возможно, она еще спит Нет? А твой племянник? Что с ним? Это именно то, что я хочу знать Он уже две ночи Не ночевал в этом доме Вот видишь, папа А ты еще упрекаешь меня Дело не в этом Маркос переезжает Из этого дома Серьезно? Да Сейчас он как раз ищет съемную квартиру Послушай, это может быть и неправда Он из тех людей, кто попрощавшись со всем миром Все равно остается Меня это не удивило бы Меня тоже Нет, на этот раз точно Я не поверю, пока своими глазами не увижу Как он уходит из дома с чемоданами Я тоже И что заставило его решиться? Не знаю Возможно, он лучше чувствует себя Живя один Он зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя Надо же В конце концов Он проявил немного достоинства Пожалуйста, Джоанна Оставь свои саркастические комментарии Фелиция, пожалуйста Когда придет Маркос Помоги ему собрать вещи Да, сеньор? Его вещи? Какие вещи? Боже Диана Диана Послушай Просыпайся Эй, пьяница Проснулась Почему же у тебя болит голова? Я осталась здесь? Ты не помнишь, правда? Нет Не помнишь? Нет Что случилось? Скажи, что случилось? Ты превратилась в пьяницу? Я? Не я же Маргариты Ага Ты выпила все Маргариты в баре? Сколько их было? Тысячу? Две? Четыре тысячи Двадцать Хватит Почему вы мне позволили? Вы плохие Я не хочу спорить с тобой Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос Хорошо? Я оставлю тебя завтракать И отвезу Кате домой Я все еще сплю Закрой шторе Нет, я не буду закрывать Пошевелиться Я ухожу Пока Береги себя Подружка Я очень тебя люблю Пока Береги себя Закрой шторы, Катя Нет Ай Фернандо Да Я хочу поговорить с тобой Угу Фернандо, я хочу, чтобы ты поняла Что я очень сожалею Обо всем, что произошло Сожалеешь? Разве не это я чувствовала вчера? Фернандо, единственное, чего я хочу Это лучшего для тебя Ничего больше Лучшего для меня Я думала, что это должна решать я сама, папа Сейчас ты не понимаешь, потому что тебе больно Но вот увидишь, со временем ты поймешь, что эти отношения не могли привести ни к чему хорошему Что ты ему сказал, папа? Ты ему угрожал? Угрожал я? Да? Ты угрожал выгнать его с работы или что-то подобное? Что ты сказал? Что-то существует? Ты думаешь, я способен на такие грязные поступки? Я не знаю Это ты мне скажи Я ему ничего не сказала, не сделал Я только объяснил, что эти отношения не могут продолжаться И он сам принял решение? Да Он принял решение? Он один? Да? И ты думаешь, он принял бы это решение, если бы ты так не отреагировал? Видишь, ты не знаешь, куда деть свои руки Ты причина нашего разрыва Ты, папа Маркос говорит, что не любит меня, что никогда не был влюблен в меня Но я ему не верю Невозможно, чтобы кто-то изменился вот так, внезапно Вот видишь, я прав Раз Маркос изменился и сказал тебе об этом так легко Он тебя не заслуживает? Может быть Но это не снимает с тебя ответственности А теперь оставь меня одну Если не хочешь говорить мне правду, я не хочу быть рядом с тобой Уходи, пожалуйста Доченька, я хочу сказать тебе, пожалуйста Умоляю тебя, уходи Ну, я буду в офисе целый день Но сегодня не воскресенье, это несправедливо Дело в том, что я хочу открыться как можно скорее Поэтому я должен быть там весь день Но вечером мы пойдем в кино, хорошо? Да, а потом? Торт, торт, все, что ты захочешь Ты лучше Минуточку, я представлю тебе Нет, нужны представления Она столько рассказывала тебе, что мне кажется, будто я знаю тебя уже много лет Надеюсь, хорошо говорила Хорошо Тебе же лучше Пока, я ухожу До вечера Пока, веди себя хорошо Тебе нужен воздух? У тебя такое лицо, как будто бы ты переела десерта Теперь у меня такое лицо будет всегда Тебе не кажется, что он похож на Тома Круза Думаю, он похож на Брэда Пита Тогда уж на Арнольда Шварценеггера Нет, у него ни такие мускулы, не преувеличивай Кстати, ты все записала? Да, все отлично получилось Теперь надо только перенести с флешки и отправить папе Если хочешь, я тебя научу Нет, я справлюсь сама Серьезно? Да, не хочу показывать это видео, мне немного стыдно Да Лучше возьми вот это Тебе есть Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Нет, Фернандо, прости меня, но нет. Здесь есть что-то тайное, он вынужден лгать по какой-то причине, о которой не хочет тебе говорить. Я тоже так чувствую, но не могу это доказать. Послушайте, девочки, я думаю, что Маркос не осмелился перечить сеньору Эдгару, чтобы не потерять свою работу в муза. Ты намекаешь, что сеньор Эдгар купил Маркоса? Нет, ну представь, то давление, которое испытывает Маркос. Сеньор Эдгар дает ему все, что он имеет. Остаться на улице, да еще и в чужой стране, это очень трудно. Ты думаешь, Маркос способен на такое? Он отказался бы от всего ради Фернандо. Будь более объективной. Ты и так дружна с Маркосом, что не замечаешь реальности. Нет, прости, Ангела, но я не согласна с тобой. Кроме того, я не думаю, что Фернандо в это поверит. Это так, Фернандо? Послушай, не говори мне, что веришь в то, что Маркос отказался от тебя ради того, чтобы сохранить работу. Это же смешно. Я не знаю, что и думать, Бекки. Почему Маркос так со мной поступил? Это похоже на проклятие. Мужчины, которых я люблю, всегда бросают меня без причины. Синьорита, подождите минуточку. Можно вон туда за угол? Как хотите, синьорита, но это уже третий раз, как мы проезжаем по кругу. Третий раз. Тогда в другую сторону, но побыстрее, побыстрее. Вы уверены? Вы уверены? Дело в том, что я в первый раз еду по этому адресу. А почему не позвоните по телефону, синьор? Вы просто водитель. Хорошо? Я заплачу за ваше время и бензин. Хорошо, синьорита. Как видите, я выполнил свою часть соглашения. Мы с Фернандой уже расстались. Я знаю, и я тебе благодарен. Не благодари меня, дядя, пожалуйста. Маркос, я хочу, чтобы ты знал, что я очень сожалею, что все произошло таким образом. Дядя, пожалуйста. Что сделано, то сделано. На этом все. Как Фернандо? Она меня беспокоит. Она не принимает расставания. Я думаю, что ты стал ее капризом. Нет. Дядя, это не каприз. Она влюблена, а это не одно и то же. Маркос, пожалуйста, не говори так. Каждый раз, когда слышу это слово, я нервничаю. Слушай, Маркос, Фернандо не принимает те объяснения, которые ты ей дал. Она думает, что они лживые, что это просто предлоги. Ты же знаешь свою дочь. Она не успокоится простыми предлогами, понимаешь? Да, но я не могу сказать ей, что вы наполовину брата и сестра. Это было бы ужасно. Сейчас единственное, что остается, чтобы она смогла забыть тебя. Какой абсурд. Я могу надеяться только на то, чтобы она постаралась забыть меня. Ай, дядя Эдгар. А я вот не знаю, смогу ли я забыть ее. Я не знаю. Подождите. Добрый день. Синьор Нестор дома? Нет, он вышел. А его жена? Да, она дома. А кто вы? Окей, вручите это синьоре гордыни. Это очень интересно. Хорошо, спасибо. Минуточку. От кого это? Скажите, что сюрприз приготовил ее муж. Ей понравится. Сделано. Как, Диана? Лучше. Я имею в виду сердечную боль. А, это... Когда я заезжала домой, она была немного расстроена и подавлена. Как я сожалею, что она встретила Ренни. А о таком, как Ренни, лучше забыть раз и навсегда. Посмотри, какой милый. Как бы я хотела иметь такого же малыша. А ты? Нет, честно говоря, нет. Мне много чего еще хочется сделать, прежде чем иметь детей. Ну, я знаю людей, даже моложе тебя, у которых уже двое детей. Возможно, никто не застрахован от ошибок. Тебе не хочется стать папой. Катя, заканчивай с едой, чтобы пораньше приехать в кинотеатр. Я думаю, сделать в доме некоторые изменения. Я тебе говорила? Какие? Я переделаю спальню Маркоса в спортивный зал. Устанавливаю зеркала на стенах, весы, виллотренажер. Жоанна, ты не можешь подождать, пока парень уедет, чтобы переделать комнату. Ледгар, не будь таким, я делаю все это для тебя. Что? Разве врач не говорил тебе, что нужно делать упражнения? Да. Ну так вот, все это для тебя. Ну, пожалуйста, подожди, пока мой примяник заберет все свои вещи. Хорошо? Хорошо? Иду. Проклятая сучка, сучка. Твоя жена уже получила маленькое личное видео? Кем ты себя возомнила, идиотка? Как ты могла сделать такую подлость? Ты идиотка. Твоя жена должна была видеть, как ты развлекаешься со мной в постели. Будь ты проклята, знаешь что? Жена хочет развестись со мной. Ай, ты не знаю, что я хотела. А чего ты хотела? Значит, я добилась своего? Мерзавка. Так ты благодаришь меня? Негодяй, не поднимай на меня руку, не трогай меня. Ты не посмеешь мне ничего сделать, ты боишься меня? Я боюсь тебя. Да ты просто меня использовал. Разве я тебе не помог? Даже эта квартира тебе ничего не стоит? Ничего не стоит? Тебе кажется, мало? 20 тысяч долларов? О каких долларов ты говоришь? О моих? Что с тобой-то сошла с ума? Сошла с ума? Не у тебя был мой чемодан, не ты забрал его из аэропорта? Ты отлично знаешь, что я оказал тебе услугу. Услугу? Хоть бы твоя жена заплатила за все, что ты сделал с моей жизнью, негодяй. Ты знаешь, что я так это не оставлю. Ты увидишь все, что ты сделаешь мне. Если что-то случится со мной, твоя жена и дети все узнают. Сучка, вон, вон! Я ничего не понимаю. Еще вчера вы с Фернандой были так счастливы, полны страсти, а сейчас ты вот так уходишь? Марко, что случилось? Фелисия, прости меня, но я не могу тебе рассказать. Разве я не твое доверие на лицо? Да, я тебе доверяю, но об этом я не хочу рассказать ни тебе, ни кому-то другому. Пойми меня, все так плохо. Плохо? Это невероятно, Фелисия, это абсурдно. Но знаешь, однажды я тебе об этом расскажу. Что ты еще хочешь, негодяй, мерзавец? Принцесса? Какой прием? Похоже, ты не рада видеть меня. Папа. Маркос, ради бога, пойми меня. Молодой человек, проходите сюда. Эту комнату нужно полностью продезинфицировать, почистить ковры, понятно? Да, сеньора, очень хорошо. Дело в том, что здесь есть соседний мальчишка, 12-13 лет, который настаивает, что влюблен в меня. Он стучится в мою дверь целыми днями, я его не выношу. И ты встречаешь его с ножом в руке и предпочитаешь, чтобы он думал, что я сумасшедшая и не связывался со мной. Я вижу, теперь я буду угрожать ему своим папой. На самом деле, принцесса, мне неспокойно. Почему? Не знаю, когда мы в последний раз разговаривали по телефону. Ты показалась мне немного странной, и твое последнее письмо меня заставило беспокоиться. Папа, но я как раз писала, что у меня все хорошо. Можешь мне не верить, принцесса, но я умею читать между строк. В этом письме ты дала понять, что у тебя есть проблемы и что ты не хочешь это признавать. Папа, так что, знаешь, я принял решение. Я прочитал адрес на конверте, взял паспорт и приехал. Это все твое воображение, папа. Я в порядке, ты же видишь. Хочу в это верить. Покажи мне это. Ай, папа, ты увидишь, что у меня все очень хорошо. Ничего не сделало бы меня более счастливым. Ай, папа, смотри, я живу в хорошей квартире, очень симпатичной. Тебе не кажется? К тому же, по приемлемой цене, скоро я куплю машину, уже не знаю, что еще тебе сказать, чтобы ты чувствовал себя спокойнее. Ладно, я хочу знать, куда ты собираешься вложить свои деньги, потому что ты говорила о каком-то деле. Да, есть люди, которые готовы стать моими партнерами. Могу я познакомиться с ними? Папа, ну зачем? Ты знаешь что, если я, чему я научился за свои годы, это разбираться в людях и прежде всего в их намерениях. Папа, быть одинокой женщиной опасно, особенно имея 25 тысяч долларов. Я не допущу, чтобы кто-то тебя обманул и обокрал. Ладно, папа, если тебя это осчастливит, успокоит. А сейчас, пока мы вместе, обними меня, как хорошо. Я так по тебе скучала, папочка. Я так скучала по тебе. Хочешь, я вызову такси? Не беспокойся, Фелисия. Маркос. Ты убегаешь, не посмотрев мне в лицо. Перевод Анита78, субтитры и озвучка Мария. Жизнь взаймы. Конец 48 серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...